всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я тут на днях девочки готовил очень очень вкусный пирог такой из слоеного теста с творогом что это калахмата извиняюсь вот и хочу поделиться сегодня рецептом с вами он как всегда будет у меня прописан внизу инфобоксе я готовил этот пирог уже дважды и он просто нереально вкусные в особенности он очень вкусный в холодном в виде когда вот уже постоит там в холодильнике не знаю почему то вот мне настоящий день понравилось намного больше чем когда он теплый только-только из духовки так что покажу пирог и еще хочу вам показать сегодня пришла ко мне вчера точнее посылка до средств с spf до солнечная вот эта линейка все что я вам заказала заказываю я на фарма косметики не рекламирую этот сайт уже устала это повторять много-много раз в общем покажу вам тоже что заказала ну и так конечно же немножко обо всем все девочки съездила в местный магазинчик здесь у нас поселки он у нас вообще такой типа как сказать палаточка на палаточка варёчек можно так сказать нас раньше в прошлом году позапрошлом году были очень очень дорогие фрукты там черешные рублей по 600 500 продавали клубнику тоже помидоры по 300 все лето но сейчас у нас открылась еще два ларёчка с фруктами и цены поубавились сразу появилась конкуренция но так интересно я вот сейчас купила помидоры какие помидоры я не знаю но против и такие неплохие там точно такие же вот я купила по 120 рублей а там точно такие же есть по 300 рублей ну то есть кому как больше нравится да вот они реально точно точно такие же купила немножко сейчас хочу сделать салатик его правда сколько 250 рублей виноград вот такой без косточки но виноград очень любит младший сынок поэтому купила огурцы уже забыла поскольку но там это какие-то псковские было написано не знаю мне кажется рано для псковских ну не знаю вот наверно выражаем даже не вкусненькие вот и черешня вот лежит черешня ну я не скажу что она мелкая да девочки смотрите какая по 120 рублей и по 450 по 450 чуть чуть крупнее очень здорово да то есть я вообще не врубаюсь в эту тему ну ладно но хоть 100 стали адекватные цены на фрукты овощи у нас потому что до этого было просто что-то невероятное клубника по 600 рублей черешни весь сезон 600 500 рублей это же вообще кошмар поэтому многие ездили покупали в город а сейчас смотрю даже покупателей стало у них побольше чем раньше и мне даже дали коробочку девочки у меня раньше я приходила когда туда знаете там серии чё надо знаете ну такое советское прямо было вот сейчас та же женщина меня спросила нужен ли мне пакетик или если я на машине то она мне даст вот такую коробочку представляете что у меня ничего не помялось прям даже и сервис изменился прям очень на самом деле меня это радует я по крайней мере буду ездить покупать фрукты вот так купила виноград на мыло дети съели съездила еще купила но это очень удобно потому что ехать город каждый раз пока в пробке застанешь застрянешь час туда час магазине час обратно три часа минусом а так быстренько все я свеженько все купил так что будем пробовать вот такие у нас новости поселка можно сказать и так будем готовить наш пирог я не знаю как назвать ватрушку ли что-то в этом духе нам понадобится слоеное тесто я готовила и с дрожжевым и бездрожжевым в данном случае у меня бездрожжевое слоеное тесто масло сливочное творог яйцо одно сахар и мука еще по рецепту конечно нам нужно ванилин нужно добавить в творог но у меня его к сожалению не было поэтому я решила обойтись без него для начала мы делаем такую крошку не помню честно как она называется это то чем мы будем посыпать сверху наших ну скажем так рулетов можно их так наверное назвать значит берем масло сахар масло можно предварительно растопить чтобы она прямо была такой жиденькая чтобы удобно делать вот такую крошку и все это мы будем переминать вот таким вот образом руками чтобы у нас была такая вот прям крошечка чтобы она у нас потом запеклась и получается такая верхняя хрустящая такая как печенье корочка вот вот такая крошка у меня получилось такая ну достаточно не то что крупная должна быть да вот такая как у меня получилось да вот потом берем творог добавляем туда одно яйцо и в рецепте указано сахар по вкусу вот поэтому здесь смотрите сами можно например взять ванильный сахар да или в также в творог можно добавить изюм или цукаты да соответственно сахар уже тогда класть поменьше я не очень много положила сахара у меня получилась и такая начинка ну как бы не очень неприторно сладкой если вы любите послаще да то соответственно можно добавить больше сахара если вы добавите сюда изюм то соответственно можно наверно поменьше сахара то здесь уже смотреть по вкусу я еще добавила вот такой загуститель сметаны потому что вот эта творожная масса и и лучше конечно готовить из такого прям свежего хорошего хорошего творога но у меня вот какой был и начинка не должна быть жидко можно по моему крахмал добавить девочки напишите кто знает чтобы была вот такая масса достаточно густая чтобы она не растекалась не вытекала из нашего пирога одно загустителем сметана очень кстати даже неплохо вот но получается такая вот достаточно крепенькая масса она вообще совсем не жидкая должна быть и теперь приступаем к нашему тесту нам нужно раскатать но получается два пласта все зависит от того какое у вас вот это тесто в общем у у меня такой вот один пласт достаточно большой я его буду сейчас раскатывать и делись пополам у меня получится 2 ну рулета до 2 пирога таких и теперь мы ножом делаем как бы такую надрезы виде елочек таких потом будем скажем так закрывать таким образом наш пирог теперь выкладываем нашу начинку и будем аккуратненько закрывать наш пирог вот такие вот у меня получились два рулетика можно так сказать косички и не знаю как их правильно назвать и их нужно прежде чем обсыпать вот этой крошкой их нужно обмазать яйцом девочки я совсем про это забыла вспомнила потом и уже начала обмазывать то есть один обмазала 2 нет вот я как раз обмазываю желтком то есть начале нужно обмазать и тогда крошка вот это вот сверху будет лучше держаться то есть она не будет рассыпаться как вот у меня на первом получилось она прилипнет скажем так к яйцу вот и будет очень вкусно вот эта крошка она такую хрустящую корочку дает вот и сверху сейчас 2 пирог как раз я сделаю так как как нужно было сделать вот такая вот красота у меня получилось и мы теперь ставим в духовку при температуре 180 градусов я поставила на 30 минут вообще можно 20-30 минут где-то и вот такие вот у меня вкусные получились вот эта крошка сверху она уже не обсыпается она как бы застывает и получается еще раз повторюсь очень очень вкусно я всем любителям выпечки и творога очень советую делается на самом деле достаточно быстро просто но при этом очень очень вкусно один я порезала один я убрала в холодильник вот так вот он получается в разрезе то есть творожная масса такая должна быть достаточно густая чтобы она не вытекала чем-то по вкусу напоминает знаете такое есть булочка или пирожное сочин называется или как-то так вот чем-то напоминает очень был бы у меня ванилин тогда сам творог был бы более ароматный всем советую на самом деле этот рецепт я вам его полностью оставлю внизу инфобоксе как я уже сказала но девочки советую быстро вкусно и просто такой пирог а серии там гости на пороге или просто захотелось что-то такое к чаю и давайте покажу свой заказ сайта фарма косметики на самом деле под задержалась а средства со средствами с spf да вот но лучше поздно чем никогда вот его накладная у меня и вот так вот все хорошо приходит запаковано давайте начнем что-то открыто смотрите-ка на самом деле ничего страшного просто чубик выпал вот но ничего страшного значит это моя любимая краска показывала неоднократно она такая мягкая если много седых волос она не подойдет но мне нравится как она смывается как она выглядит на волосах я беру просто номер номер один просто черный и он когда немножко смывается становится такой натуральный темный наверное даже более каштановым таком цветом очень нравится вот так что заказала себе чуть как надо будет покраситься давайте с вами средства те средства которые я покупаю уже не первый год и они мне безумно нравятся вот заказала большом объеме это формат геля раньше я заказывала формат крема но мне кажется гель намного намного лучше вот этим я мажу детей и мужа муж у меня тот человек который знаете на солнце постоянно обгорает то есть него просто краснеет кожа никогда не загорает всегда только краснеет и он у меня обычно прячется от солнышка либо я мажу его вот этим средством от la roche позе это лучшее наверное если вы такая белокожая снежной кожей и не загораете обгораете я очень вам советую вот это средство она супер вот взяла формат геля потому что но мои не любят когда знаете липко или что-то такое вот и устойчив к воде что самое главное и вот это средство тоже покупая не первый раз его не первый год это средство которое из 200 миллилитров восстанавливающие средства после загара для лица и тела ведь обладает выраженным успокаивающим увлажняющим липидовосстанавливающим свойством подходит для очень чувствительной склонной к аллергии кожи если вы обгорели но не сильно не прямо красный красная слегка обгорели то вот помазались вот этим то есть приняли душ нанесли вот это средство и все с утра у вас не стянутая кожа не шелушится ничего с ней вообще не происходит она полностью восстановлена за ночь за одну ночь девочки это супер средство здесь тоже формат геля вот эти две у меня палочки вручалочки для моих мальчишек себе тоже используют и для мужа в особенности многие из вас не рекомендовали такие же подобные средства от марки виши я себе выбрала вот такое так как я человек который я обгораю конечно но не так часто что-то на двухфазные девочки смотрите да или что-то у меня тут не так пошло какие-то две фазы что ли вот такое средство spf 30 значит до солнцезащитный двухфазный спрей активатор загара то есть здесь и получается вы загораете и при этом защищаете кожу что мне очень очень нравится вот высокая степень защита текстура воды в общем видите вот такой вот попробуем мне кажется даже на море spf 30 но на море конечно лучше spf 50 брать что-то вот наподобие по крайней мере в первые дни точно для того чтобы загар был ровненький красивенький вот такое средство потому что средство от фаберлик конечно spf 6 это очень очень мало вот так что так что вот такие вот у меня защитники на лето ну моя любимая краска как всегда делая все это со скидкой часто меня спрашивают цены этот виши 1087 обошелся средство после загара вот это вот стоит 1036 само вот это средство здесь видите ли 250 миллилитров здесь 200 миллиметров чудо большой мне хватает на целый сезон стоит 1427 рублей и краска моя стоит 940 рублей и того 4 490 вот доставка у меня бесплатная до пункта выдачи принципе достаточно быстро пришло так что мы теперь защищены но вечером мы решили прогуляться по финскому заливу у нас сделали такую красивую набережную наверно можно даже так сказать и вот связи с такой ситуации в мире до к нам очень много сюда приезжают именно самого города люди здесь отдыхают единственное что у нас нельзя купаться совсем нельзя купаться потому что очень много но всяких бацилл скажем так находят в воде поэтому это пляж чисто вот приехать отдохнуть эти сделаны детская площадка и вообще очень красиво на берегу финского залива вот так что мы решили немножечко прогуляться и он и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова